Всем привет! Вы на канале Унчинета. Меня зовут Наташа. И я выбралась в парк, чтобы снова посидеть, повязать, отдохнуть, заземлиться. Ну и, возможно, что-нибудь вам рассказать. Эта неделя у меня была рабочая, и сегодня у меня такой дополнительный летний выходной. И полдня я занималась делами по дому и размышляла о том, что дом – это все-таки мое место силы, и важно ему уделять время и внимание. Часто я туда прихожу уставшая, отдыхаю, и уже на следующий день полна сил, энергии и вдохновения. Здорово, если я буду почаще находить время, чтобы наводить чистоту, создавать уют, заниматься домашними делами. А то я такой шалопоп, конечно. И как надо мной подшучивает муж, он говорит о том, что в выходной у меня обычно столько дел, что их намного больше, чем в рабочий день. Я, конечно, улыбаюсь, отшучиваюсь. Я очень энергичный человек, ну что ж поделать. И я действительно рада в выходной день встретиться с друзьями или сходить на какое-нибудь культурное мероприятие. А сейчас лето, и в этом месяце, в августе, это для меня пора прислушивания к себе, замедления и поиска чего-то нового. Ладно, расскажу вам о своих вязальных проектах на этой неделе. И сейчас в руках у меня голова. Это голова будущей белочки. А точнее, бельчонка Теба. Кстати, глазки я новые решила попробовать. Заказала на Азоне, чуть меньшего размера, чем глазки моих ежей. И посмотрим, как они будут выглядеть целиком в игрушке. У этого бельчонка я уже связала голову, ушки. Ушки еще не оформлены, им нужно придумать кисточки. И сшить немножечко у основания, чтобы получилась форма. Ушек похожие. И я начала вязать ножки. Эти ножки потом превратятся в туловище. И затем еще отдельно свяжем лапки и хвост. Белочку я вяжу по мастер-классу из ютуба. Я долго отсматривала разные мастер-классы. И нашла такой очень подробный. В нескольких частях даже есть просто описание на сайте у создателя мастер-класса. Ссылочку прикреплю в описании. Почему пелочка? Спросите вы. Почему не очередной еж? Ну, во-первых, на ежей сейчас пока заказов новых нет. Хотя была у меня шальная мысль связать несколько ежиков, как говорится, на наличие. Но у меня так много проектов, так много желаний всяких связать что-то новенькое в голове, что я в свободное время как раз за них и берусь. Почему бельчонок? Есть у меня одна потрясающая знакомая девушка. Ее зовут Таня Тесля. Таня – поэтесса. И обнаружила она в себе этот дар и начала ярко проявляться год назад. Я была на нескольких творческих вечерах Тани. Она для меня писала мои какие-то личные терапевтичные стихи. Невероятно талантливый человек. Таня пишет также истории для детей. Таня переводит тексты с английского языка или на английский язык. Таня пишет тексты для песен. Таня переделывает разные песни, например, для каких-то мероприятий, дней рождения или свадеб. Еще Таня может написать стихотворение только по первой строчке. Короче, человек очень талантливый, очень отзывчивый и душевный. И на последней творческой встрече, на которой я была, Таня прочитала детскую сказку про Бельчонка Теба. Это сказка о том, как Бельчонок мечтал, очень сильно мечтал, не буду рассказывать о чем, и его мечта сбылась. Сказку я слышала уже не первый раз, но вот почему-то именно этим летом, именно на том творческом вечере, эта сказка меня ранила до мурашек. И тогда я подумала о том, что надо Тане связать, талисман Бельчонка. Так получилось, что Таня в тот момент находилась в положении, она ожидала третьего ребеночка. И на этой неделе, когда я в очередной раз ехала в троллейбусе на работу, я не стала брать с собой большие какие-то проекты, в троллейбусе неудобно их вязать. Я взяла с собой косметичку с той же пряжей, из которой я вяжу ежей. И вспомнилась мне эта история про Бельчонка, что я так хотела его связать. И так как мастер-класс у меня был уже давно сохранен в плейлисте, я просто открыла и начала вязать. Чем эта история душевная и для меня очень знаковая, так это тем, что когда я приехала на работу и посмотрела сообщения, я увидела, что в эту ночь родилась у Тани доченька. Я так порадовалась этому чутью, этой синхронизации, что до сих пор нахожусь в таком приятном ощущении. Таня, кстати, мне прислала эту сказку, и мне хочется, когда Бельчонок будет готов, прочитать для вас эту сказку в Телеграме. Я веду в Телеграме ежовые истории, и сейчас я нахожусь в Муринском парке. Я, прислонившись к рябинке, уже очередную сегодняшнюю ежовую историю прочитала. Так вот, Бельчонок тоже лесной житель, можно будет и про него прочитать Танину сказку. Что еще у меня в проекте? Сегодня я с собой взяла в очередной раз фиолетовый свитер. Помните его? Я ему давала время немножечко полежать и отдохнуть. Все-таки надеюсь начать вязать рукава, потому что на данный момент связаны перед и спинка. И осталось связать рукава и обвязать горловину. Сшить по бокам еще две детали. И свитер по факту будет готов. Но что-то я откладывала этот проект. Потому что была в какой-то момент сильно уставшая и перешла внезапно на спицы. Кстати, радужный свитер сейчас находится на стадии довязывания переда. Я уже посмотрела несколько мастер-классов по тому, как вывязать горловину. И тоже собираюсь с мыслями. И ищу подходящее время и подходящее настроение, чтобы выполнить эту новую для меня работу. А сейчас буду вязать рукав. И немножечко пообщаюсь с вами о любви. Огромная тема на самом деле, но я ее схожу. О той любви, которую хорошо бы чувствовать в течение дня. Я сейчас не о любви к человеку. Не о любви к детям. Я сейчас о любви к каким-то своим делам. Например, вязание. В процессе вязания, так как это мое одно из любимых занятий, я действительно попадаю в такое состояние блаженства, что ли. Мне комфортно в нем. И я понимаю, что я как будто от этого процесса заряжаюсь теплой энергией. Ну и, кстати, передаю ее вещи, которые я вяжу. Я открыла схему, по которой я вязала этот свитер. Схема уже подзабыта за это время. Но, тем не менее, хочу, посматривая в схему, все-таки с вами продолжить разговаривать. Сегодня, когда я намывала днем кухню, мыла холодильник, чистила ванную, я думала о том, почему я это делаю не так часто, как хотелось бы. И ответ мне прилетел такой, что я люблю заниматься домом. И мне хочется заниматься домом, как сейчас модно говорить, из ресурса. Из желания. Чтобы тоже после этих процессов чувствовать себя удовлетворенной и приятно уставшей. Еще я на днях подумала о том, что я скучаю по итальянскому языку. Потому что это занятие, которое я тоже очень любила. Я понимала, что, с одной стороны, я очень волновалась перед тем, как поехать на очередное занятие. Раз в неделю по субботам мы собирались в школе изучения итальянского языка авиарома на Васильевском острове, на мансарде. И общались, общались о том, что у нас происходило за неделю. И я, конечно же, волновалась. Волновалась от того, что я так многих слов не знаю. О том, что я совсем не все могу сказать по-итальянски. О том, как много пауз в моей речи. Но в результате я понимала, что после занятия, после двух часов такого мозгового штурма я чувствовала себя очень счастливым человеком. А это показатель того, что я тоже занималась любимым делом. Что еще я люблю делать? Я люблю петь. Ну, а точнее, я люблю звучать. Звучать тогда, когда у меня расслабленное, хорошее настроение. Бывает, что я приезжаю на работу пораньше утром, чтобы подготовить уроки. И хожу по полупустой школе, напивая что-то себе под нос. Такое состояние гармонии и в то же время настройки на учебный день. Мне нравится слышать, как я звучу в больших коридорах, в помещениях с хорошей акустикой. По вечерам, когда я прихожу с работы, я частенько включаю на ютубе стрим с моей подругой Викой, которая поет песни под гитару и под минус на заказ в прямом эфире. Несколько раз я даже к ней приходила на гостевой стрим. И я тоже слушаю с удовольствием музыку и подпеваю Вике. Узнаю новые песни и делюсь своей любовью к группе «Мураками». Кстати, вот еще одна любовь. Скоро у этой группы будет концерт в Петербурге. И Диляра Вагапова, солистка этой группы, будет праздновать свой день рождения. Потому что, несмотря на то, что эта группа из Казани, Диляра родилась здесь, в Ленинграде, и старается каждый год приезжать сюда праздновать свой день рождения. И подписчики Вики вчера шутили на тему того, что я не пропускаю ни одного концерта группу «Мураками» и посвящаю в эту веру еще и других ребят настолько радостно и настолько активно, что ребята тоже с удовольствием слушают песни этой группы. Почему так важно в течение дня заниматься любимыми делами? Почему так здорово, когда работа тоже любимая? Почему в те дни, когда я живу на автопилоте, я устаю намного быстрее и чувствую себя истощенной? И чувствую, что день прожит зря. Почему любовь так наполняет мое сердце? Да я уверена, что не только мое, а и ваше тоже. Мне кажется, ответ на этот вопрос очевидный. Потому что из таких маленьких любовей складывается мой каждый день, а значит и складывается моя жизнь. И это так здорово чувствовать, что все не зря. Что есть в этой жизни место для радости и удовольствия, принятия и создания, и вдохновения. Слушаю сейчас свой внутренний диалог. Думаю, боже ты мой. Кстати, сегодня в Муринском парке собираются девчонки-рукодельницы, чтобы повязать, пообщаться, и я вот думаю, наверное, присоединись к ним. У меня сегодня такое настроение больше побыть одной, самой с собой. Но благодаря тому, что я сейчас поделилась своим состоянием, своими внутренними какими-то мыслями, возможно сейчас созрею на встречу с девочками. Может и свитер продвинется. Кстати, я вяжу уже третий ряд рукава, и вроде даже что-то получается. Надо только не забыть начать делать убавки, чтобы рукав получился не прямоугольный, а с таким ужением в сторону резинки. Еще на этой неделе у меня совершенно спонтанно родились две сумочки. И если вы подписаны на мой канал, то видели в шорт, что одна сумочка маленькая, беленькая для телефона, а вторую сумочку я связала для своей ученицы Евы, в подарок на день рождения. Сумочки я вязала тоже по мастер-классу из YouTube. Ссылку надо не забыть добавить вам в описании, потому что схема невероятно простая, и можно вязать сумочки в принципе любого размера. Маленькую белую сумочку я решила связать, потому что у меня были остатки от полиэфирного шнура, от прошлого проекта, от прошлой белой сумочки, которую я вязала для одного белого мероприятия в Москве во время своего отпуска. И так как я не фанат большого количества остатков пряжи, я решила, что мне на работе как раз нужна такая маленькая белая сумочка для телефона, потому что не всегда у меня есть одежда с карманами, особенно летом, когда я вожу в юбочках и в платьишках. По школе прикольно перемещаться все-таки с телефоном, не подмышкой, а в удобном чехольчике на цепочке. Вторую черную сумочку я решила связать совершенно спонтанно вечером, потому что вспомнила, что на следующий день у моей ученицы Евы день рождения. Я так обрадовалась своей вот этой внезапной идее, что подарить ребенку, что решила ее сразу воплотить в жизнь. Забежала вечером после работы в Леонардо и, по-моему, до часу ночи вязала сумочку, а утром уже ехала в троллейбусе, пришивала к сумке магнитные кнопочки, чтобы закрывалась сумочка все-таки на замочек. Нашла ошибку? Или нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь нашла ошибку. Ну и распускаем. Я не умею вшивать подкладки в сумке, поэтому я немного парюсь по поводу того, понравится ли это изделие Еве. Но так как это подарок и так как я откликнулась на это свое мгновенное желание абсолютно искренне, мне хочется верить, что все будет хорошо. И сумочка действительно будет радовать свою новую хозяйку. Субтитры создавал DimaTorzok Благодарю вас за то, что вы были со мной. Пишите в комментариях, какими любимыми, маленькими, а может быть и не маленькими, делами вы наполняете свой каждый день жизни, свою рутину для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. До встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok